Здравствуй, Ютуб! Леонид Павлович Сабанеев, справочная книга ружейных охотников. Пища на охоте. Общие правила приготовления кушания. Для супа мясо наливать холодной водой и затем кипятить. Класть мясо для скорости приготовления не особенно большими кусками. После того, как вода закипит, снимают пену и спустя некоторое время, когда мясо начнет делаться мягким, кладут остальные составные части. Хороший суп требует не менее фунта мяса на человека. Часто в густых супах делается подправка, которую приготовляют так. Берут кусок масла, поджаривают в нем мелко рубленный лук до мягкости, а затем присыпают муки и после 1-2 минут жарения с мукой наливают горячего бульона, размешивают, чтобы не было комков и вливают в суп. Эта же подправка, то есть мука с луком или без него, поджаренная в масле и разведенная бульоном, является основанием всякого соуса, который делается прибавлением сюда разных веществ. Например, шампиньонов, томатов, грибов, зелени и прочего. Жарить на охоте всего удобнее на вертеле. Для этого срезается молодое деревце, к преимуществу березы, как дерево, не имеющее специфического запаха. Обрезается сучье и тонкий конец его обстругивается четырехугольно и заостряется. На этот конец в перемешку с кустами шпека и луку надеваются небольшие куски дичи, баранины или говядины. Посыпают перцем и солью и жарят, держа над угольями, помазывая от времени до времени маслом, распущенным в горячем вине или бульоне. Можно также жарить на сковороде, поставив его на уголе и положив масло. Класть мясо на сковороду нужно тогда, когда масло начнет сильно кипеть. Бульон. Берут кусок говядины, разрезают его на небольшие части, наливают холодной водой и ставят на огонь. Когда закипит, снимают пену и кладут соль и луковицы, а затем спустя два часа кипения, коренья. Если хотят получить суп, то кладут какую-либо крупу, вермишель и тому подобное. Свежие щи. Спустя час, после того, как бульон закипит, в него пускают качан капусты, разрезанные на части. Морковь, репа, картофель, сельдерей, порей, все нарезанное на части. Затем проваривают это хорошо, часа полтора. Кладется подправка, как указано выше, а равная сметана. Как любить. И после получаса кипения, щи готовы. Вкус щи замечательно улучшает прибавкой томат, которые кладут одновременно с подправкой. Борщ. Варят бульон и спустя час, после того, как он закипит, в него кладут свеклу, нарезанную брусочками, немного свежей капусты, моркови, сельдерея побольше. Затем сахару и уксусу по вкусу. Далее поступают согласно предыдущему. Если есть ветчина, колбаса или сосиски, то их кладут в борщ и дают протепеть с четверть часа. Щи кислые. Кислая капуста отжимается, кладется в котелок, туда же кладется лук и поджаривается с маслом до красна. Посыпается слегка мукою, затем наливается водой, кладется говядина и варится. Чем дольше будут вариться щи, тем они вкуснее. В случае, если щи укипят, их доливают горячей водой. Уха. Очищают рыбы от шеи и внутренности, наливают холодной водой, кладут несколько целых луковиц, ставят на огонь. Когда закипит, снимают пену, кладут соль, несколько перцев, целыми зернами и 1-2 лавровых листа. Когда луковицы сделаются мягкими, уха готова. С прибавлением либеховского бульона и сметаны увеличивается вкус и питательность ухи. Яичницы. Кусок масла распускают на сковороде, поджаривают куски ветчины, если она есть. Затем выпускают осторожные яйца глазками, солят и поджаривают на огне. Жареные грибы. Грибы моют, солят и кладут на сковороду, которую ставят на огонь. Грибы тотчас выпустят из себя сок. Когда этот сок совсем выкипит, то кладут масло и в нем хорошенько поджаривают грибы. А затем уже наливают 3-4 ложки сметаны и продолжают жарить. Когда сметана загустеет, то грибы готовы. Печеный картофель. Когда от костра много нагорит золы, то в горячую золу кладут картофель, репу или брюкву. Печеные с маслом, они очень не дурны. Независимо от приведенных блюд, охотник может разнообразить свою кухню до бесконечности, сообразно тем припасам, которые ему попадутся. Все дело в том, чтобы у него явилась к этому охота, и тогда успех не сомненен. К этому извлечению из статьи господина Гена, необходимо добавить, что на охоте надо как можно менее пить воды. Самое лучшее средство для утоления жажды – полоскать рот водкой, но не пить ее. Пища на охоте. Леонид Павлович Сабанеев. Справочная книга охотников. Спасибо.